Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Его, как правило, редко встретишь на каких-то серьезных, грандиозных площадках. Он находится в закрытых клубах, во дворах. Занимаются им в основном мальчишки, которые по своему внутреннему складу являются как огонь. Они горят. Они горят, им необходимо куда-то давать свою энергию. Итак, первое направление, которое я вам представлю, это топ-рок. Топ-рок, как я уже говорил, это мы, дословно перевод, качаем вверх. Но качаем не только сами себя, но и качаем людей, которые смотрят на нас. Смысл, смысловая нагрузка данного направления является в том, что когда на нас смотрят люди, им должно хотеться танцевать. Вместе с вами под веселые ритмичные биты и ритмы, которые льются у нас из магнитофона, либо какого-нибудь другого аудиоустройства. Значит, топ-рок бывает самый разнообразный. Он включает в себя огромное количество элементов и направлений. Сюда, как правило, ребята вставляют элементы из попина, даже из локина, насколько богата их фантазия. Есть только одно ограничение – это отсутствие фантазии. Если фантазия богата, то топ-рок, как правило, у нас очень сильный, динамичный и интересный. Топ-рок у нас, как правило, в трех уровнях. Первый уровень, самый высокий – это air. Air – это когда мы выносим его на новый уровень. Имеется в виду прыжки всевозможные, подпрыжки, перепрыжки, развороты. Следующий уровень у нас – medium. Medium – это положение, как вот видите, сейчас я стою и не приседаю и не прыгаю. И третий уровень – это grand. Это присев. То есть все то, что мы делаем в положении присев. Сейчас мальчишки покажут вам, грубо говоря, что такое топ-рок. Но перед этим я бы хотел рассказать вам о том, что когда вы берете новичков, первое, что вам необходимо, это научить их базовым движениям. То есть 7 базовых движений мы знаем топ-рока. Это front-step, side-step, back-step, spin, drops, jump. Все эти движения вы можете увидеть на нашем сайте. Они дословно там показаны и рассказаны о том, как их делать, из чего учить. Сейчас мы не будем разбирать каждое движение индивидуально, потому что на это уйдет очень-очень много времени. Сейчас мы покажем, как правило, к чему вы должны стремиться. Итак, топ-рок. ПОДПИШИСЬ! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Брэкданс должен быть активный, энергичный, очень сильный. Вам очень важно внутренне тоже расковываться, двигаться в ритм и принимать всю эту культуру. Значит, следующее направление, которое я вам сегодня расскажу, является Go Down. Go Down, дословный перевод с английского языка, означает переход вниз. То есть имеется в виду переход на такие направления брэкданса, как футворк, пауэр мув, пауэр трикс, ну даже можно на акробатику. То есть ограничений нет. Сразу еще раз делаю заметочку одну маленькую. В брэкдансе нет ограничений. Есть только одно ограничение. Это ваше отсутствие вашей фантазии. То есть если у вас фантазии нет, брэкданс не для вас. Если у вас есть фантазия и вы хотите ее реализовать, брэкданс именно то, что вам нужно. Причем им могут заниматься люди разного возраста. Начиная от малышей, которые сами по себе очень энергичны. И заканчивая людьми, которые в пожилом возрасте, но им хочется и нужна встряска. Еще раз напомню, что это танец внутренний. Если ваше сердце горит, то брэкданс именно для него. Итак, гоу-даун. Как я сказал уже, это переход вниз. Гоу-дауны бывают самые разнообразные. Значит, есть базовые гоу-дауны. Задача каждого бибоя, базовое движение преобразовать в что-то свое. Это танец развивающийся. Он не так, как классический балет. Тут не нужно делать все именно только так, как написано в учебниках. Вы можете добавлять свои движения, свои инновации, свое ведение. Грубо говоря, фристайл и импровизация только приветствуются. Сейчас мы вам покажем медленно несколько вариантов гоу-дауна. Потом покажем вариант, как они должны быть вживую, быстро, под ритмы музыки. Медленно, пожалуйста, покажите мне, ребята, несколько гоу-дауна. Хорошо. Теперь покажи этот же гоу-даун, только быстро. Буквально совсем немножко топрака и переход на низ. Хорошо. Следующий бибой. Хорошо. Теперь быстрый вариант. Гоу-даун – это, как правило, связка коротких движений, которые, может быть, занимают по времени секунд 5-7. Поэтому мы сегодня не будем делать большой акцент на нем. Я напомню, что если вы хотите освоить это направление, то заходите на сайт, смотрите. Там очень доступно, понятно, рассказано, что мы делаем, как мы делаем, с чего мы связываем и на что мы можем перейти. Следующее очень большое и важное направление в брейк-дансе – это футворк. Перевод с английского – это работа ног. Работа ног при помощи опоры на руки. Как правило, всевозможные ковырялочки ярким прародителем футворка можно считать гопачок. Как вы знаете, там есть у нас много работы ног, много разных пар, много разных элементов. Брейк-данс, футворк в брейк-дансе непосредственно тоже богат очень ими. Есть очень огромное количество разных направлений, которые позволяют нам выполнять это движение. Это движение по кругу, движение в сторону, всевозможные кренделя, которые только могут выписывать ваши ноги. Сейчас мы вам покажем несколько вариантов футворка, то, чему вы можете научиться. Как бы танцевать, учиться танцевать. Ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотел бы заметить, что брейк-данс в первую очередь это структурный танец. В нем есть структура. Есть разные вариации построения индивидуального выхода. О них мы будем говорить в наших видео уроках, которые вы увидите на нашем сайте. Но, как правило, это не набор просто элементов. А тут есть начало, тут есть середина, тут есть окончание. Следующее, о чем бы я хотел с вами поговорить и что бы я вам хотел представить, то, чем богата студия брейк-данса Rumble Bee Boys, это элементы Power Move. Power Move это силовые движения. Изначально они имели название Spinning Move. То есть все то, что мы крутим, все, что крутится, вертится. Как правило, вы знаете, что крутятся на голове, на спине, на плечах, на руках. У каждого из этих движений есть название и у каждого из этих движений есть варианты. Варианты, которые какие-то сложнее, какие-то проще. Начинаются с самых простых элементов. Советы для начинающих бибоев. Попробуйте освоить такие простые элементы, как уфо, к примеру, бэкспин и понарастающий. Не берите сложные элементы, не учите сложные элементы сразу. Учите их постепенно. Для Power Move очень много необходимо заниматься физподготовкой. Правильно качать свое тело, качать плечи, руки, пресс, спину. Очень большое внимание уделяется растяжке. Это очень важный момент. Если ваше тело не способно даже, к примеру, стоять на руках, то вам нужно готовить его для того, чтобы крутить эти элементы. Очень много бибоев начинает крутить что-то, пытаясь не владея какой-то базой физподготовки. Это большая ошибка. Сейчас мы вам покажем несколько вариантов связок. Считается, что Power Move сложный тогда, когда вы вяжете один сложный элемент с простым элементом, простой элемент сложным. Очень важно, что учитывать то, что в Power Move должна быть оригинальность. Оригинальность должна быть во всем. Во всем брейкдансе, во всех направлениях, которые мы развиваем. Без оригинальности брейкданс просто танец, просто фаундейшн, просто базовые движения. Каждый бибой, когда освоил какие-то базовые движения, должен стремиться к развитию своей индивидуальности. Это подача, это исполнение, это фишки. У каждого из вас, кто смотрит это видео, есть свой стиль. Ваша задача раскрыться. Power Move! Power Move! Power Move! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это танец, для которого очень важны биты Все бибои танцуют в ритм Есть ритм, есть сильные доли, есть слабые доли Вот очень важно показать сильные доли Это особенность, это непосредственно этого танца Именно фризы, фриз в переводе с английского «замерзнуть» Но мы подразумеваем короткие остановки в сильную долю по музыке Очень важно делать именно эти акценты Эти акценты делаются, как правило, с пауэр мува С гоу дауна, с футворка Их нужно уметь, нужно знать Есть базовые элементы Есть базовые элементы Которые там называются Бэби фриз, халло фриз Мы сегодня их вам покажем Но есть очень много фризов, которые индивидуальны Я напомню, что каждый бибой должен развивать свою индивидуальность И если вы делаете бэби фриз как все То в этом нет индивидуальности Вы должны стремиться к тому, чтобы ваш фриз был не похож на все остальные Чтобы ваши фризы отличались от фризов вашей команды Сейчас каждый из участников команды «Рамбл Бибойс» покажет фриз И я вам скажу, как он называется Напоминаю, что мы показываем базовые фризы То есть «Фаундейшн» Только фризы Данный фриз называется «Бэби» Это «Бэби фриз» Один из самых простых фризов Спасибо Следующий Следующий фриз называется «Халло» «Халло фриз» Тоже является базовым «Фоундейшн» То есть мы показываем базовые фризы «Черк» «Черк» Один из простых доступных фризов «Тауэр» «Башня» Эти фризы особенно тем, что вся нагрузка, как правило, и центр тярости является на голове «Полубэк» Английский вариант «Халфбэк» Этот фриз является одним из самых сложных Почему? Потому что в выполнении его необходима растяжка мышц груди Очень сильные руки и плечи Является фризом одними из самых сложных Мост Если можно, развернись, пожалуйста, в другую сторону Чтобы людям было хорошо видно Нет, сюда, пожалуйста, сюда, вот так вот Боком, боком, да «Мост» «Бридж» называется этот фриз Как бы похож на «Халфбэк», но с касанием ноги Тоже бывают разные вариации этого фризов Спасибо Элбов фриз Элбов фриз Стойка на локте Стойки бывают разные С разведенными ногами, с прямыми ногами Стойки на одном локте Покажи нам стойку на одном локте Да Хорошо Значит, фризы – это замирание на какую-то короткую долю секунды Значит, есть разные фризы У некоторых хорошая энергетика, например, да Хорошая статика На них можно стоять долго Есть фризы, на которых стоять долго, тяжело Это, например, «Эйрчер», «Элбов фриз» Стойки на одной голове, например, без касания рук Следующее, о чем бы хотел сегодня с вами поговорить Это работа команды Работа команды Это непосредственно синхроны, рутины Это то, что мы используем на выступлениях Это очень важная часть подготовки команды Если ты как тренер набрал детей и учишь их танцевать брейк-данс Тебе необходимо сплачивать их как единый целый коллектив Для этого как раз и нужны синхроны Для этого как раз и нужны рутины Это всевозможные сменки и постановочки Ну, грубо говоря, ограничений фантазии, опять же, нет Они могут включать в себя как элементы пауэр-мува Так и командные выходы, соло-выходы Стоечки на фризах, разные всевозможные трики, вариации На самую разную тему Это может быть даже игра с предметами Грубо говоря, там футбольный мяч, обруч, футболка, шапка Ограничений? Нет Нет ограничений Сейчас мы вам покажем наглядно, что такое приблизительно работа команды и рутины Если можно, музычку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вы видели, что такое работа команды Очень важно для педагога Для себя усвоить три правила, которые я усвою для себя И это советка для тебя Первое, первое самое правило Выкладывай все знания, которые есть у тебя детям Отдавай им, ничего не таи Понятное дело, что необходимо это правило Давать детям в зависимости от их физической нагрузки Следующее правило Можно замылить глаза родителям Но детей ты не обманешь Если ты любишь с ними работать Они это чувствуют, они всегда к тебе придут Третье правило Успехи детей Это твои успехи И Как бы Разделяй их с ними То есть радуйся за их победы Что бы еще вам сказать Ну в принципе Наверное все Единственное, что хотел бы еще добавить Это Разминка у бибоев проходит Немножко не так, как проходит у всех Ну на начальном этапе На начальном этапе Когда ты набираешь только-только новичков Можно использовать спортивный вариант Это Вдох, глубокие руки шире Не спешите 3-4 Да, как мы знаем Когда это уровень старше Я бы советовал вам Разминку проводить Либо синхронами, работой командой Но лучше всего это джемы Джемы это когда Каждый из бибоев становится в круг Показывает свое мастерство Прокачивает свои выходы Но Важный момент Хочу обратить ваше внимание Что в джемах Не надо использовать Power Move Не надо использовать Акробатику Не надо использовать Power Tricks Просто качайте музыку Учите детей танцевать Вот это вот Ну как бы Это важные моменты Хотел бы вас поблагодарить За то, что вы посмотрели Наше видео Желаю вам успехов в обучении Очень много видео Смотрите на нашем сайте Мы будем рассказывать о том Что там Как К чему Зачем И почему Peace Субтитры сделал DimaTorzok